Пандемия и другие вызовы минувшего года не пошатнули позиции лесного хозяйства в экономике страны. Итоги работы отрасли обсудили сегодня во Дворце независимости. Президент акцентировал, лес важный ресурс, который требует рачительных и современных подходов в ведении хозяйства. От того, как грамотно распоряжаться лесными ресурсами, во многом зависит и рост экономики страны, и баланс экологии в регионе. Переработка леса должна быть максимальной, на эту задачу нацелены в том числе пилетные заводы. Президент ориентирует правительство активнее замещать своей продукцией импорт. Спрос на эту продукцию будет всегда. Это выгодная для нас продукция. Ну зачем? Чтобы испортилась в лесу, сгнили эти ненужные нам, так сказать, как они у вас называются, хмызняк этот. Низкокачественная. Низкокачественная древесина. Мы ее переработаем в дрова и с высокой рентабельностью продадим. Европа сегодня скупает. Да не только Европа. Нам самим надо закрыть потребности. Вы правильно ставите вопрос. Надо четко определиться, сколько нам надо щипы, пилет этих и так далее, для того, чтобы заместить для отопления природный газ. Что же мы жгем импортный ресурс, а у себя под ногами огромный ресурс этот. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определиться, сколько вы будете заготавливать этих дров и пилет и щипы для внутренней потребности. Мы должны отапливать дома, население, людей и прочие города, агрогородки, деревни отапливать дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы сможем сократить потребление природного газа, за который мы платим хорошие деньги, большие деньги. Сейчас леса занимают почти половину территории нашей страны. Это очень высокий показатель для ценнейшего возобновляемого ресурса. Беларусь прочно закрепилась в десятке самых лесных государств Европы. Причем только за годы независимости такие площади были увеличены почти на 1 миллион гектар. Таким образом наша страна стала одним из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Корневой запас древесины почти 2 миллиарда кубических метров. Что очень важно, мы восстановили то, что была утрачена в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину, это я помню, гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили близко. Отправляли в Германию, а они нам, или в Румынию, они оттуда нам привозили мебель. И доля тогда спелых лесов составляла 3%. Сегодня 20%. В отрасли постоянно внедряют самые передовые технологии. Хороший пример – новый тепличный комплекс при Республиканском лесном селекционно-семенноводческом центре, где генетики и селекционеры выращивают посадочный материал для белорусских лесов. Доля таких технологий в создании лесов около 50%. Инновационный подход в отрасли ощущают все, вплоть до рядовых сотрудников. Итоги года достаточно удовлетворительны. Мы сегодня сработали в историческом максимуме по выручке экспорту нашей продукции. Мы сегодня своевременно и в соответствии с графиком роста заработной платы выплачиваем заработную плату. Сегодня в отрасли отсутствуют убыточные организации. Экономическая составляющая достаточно благополучная. Президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса. Будет продолжено и создание производств по выпуску топливных пилет. То есть это очевидная ставка на местные виды топлива. В ближайшее время будут пересмотрены подходы к использованию в этом качестве природного газа. Продолжение следует...